Пятый созыв, который передал эстафету шестому, работал в непростых условиях. Из-за пандемии им приходилось многие решения принимать онлайн. Не хватало личного общения, но они справились. Представлены самые разные слои общества, разные специалисты. И, конечно, мы можем выносить иногда, обсуждая документы разные, законодательные акты, выносить профессиональное свое мнение. И, к нашему мнению, прислушивались. Общественная палата, как отметила на встрече глава города, реальная площадка для выражения интересов самых разных профессиональных и социальных групп. Ваши замечания и предложения учитывались при формировании генерального плана, реализации национальных проектов, безопасной и качественной дороги, жилье и городская среда. Вы обеспечивали общественное наблюдение на выборах депутатов Государственной думы, АКЗС, Барнаульской городской думы. Мнение общественной палаты всегда учитывается при формировании бюджета города Барнаула. Представители общественной палаты в свое время поддержали введение антиковидных ограничений, внесение изменений в герб Барнаула, присвоение краевой столицы звания «Город трудовой доблести». Общественники оказывают поддержку и семьи мобилизованных отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. Глава города поблагодарил всех представителей пятого созыва за хорошую работу и вручил награды от администрации Барнаула. Благодарила работавших в пятом созыве и руководитель городской думы. Я еще раз хочу выразить слова признательности от депутатского корпуса за вашу работу и смею надеяться, что следующий созыв общественной палаты будет столь же внимателен к проблемам и чаяниям жителей Барнаула. И самое главное, мы сохраним нашу добрую традицию взаимодействия с депутатским корпусом Барнаульской городской думы. Владимир Лопаткин на посту председателя общественной палаты в шестом созыве сменил Борис Черниченко. Он пообещал сохранять традиции предшественников. Мы, скорее всего, будем и, по сути дела, должны являться тем проводником, который усиливает связь населения и руководство городом. Дает возможность глазами жителей администрации увидеть те проблемы и наоборот. Вячеслав Франк поздравил нового руководителя общественной палаты и пожелал успехов в дальнейшей работе. Татьяна Голубева, День Стоком. Татьяна Голубева, День Стоком.